В начале 90-х модель Диабло, которая пришла на смену Кунташ, стала еще одной возможностью продемонстрировать миру легендарные двигатели V12. Название машины стало возвратом к традиции называть модели именами быков, принимавших участие в боях. Бык Диабло отличался свирепым характером, а его имя означало «Дьявол». В 93-м была выпущена специальная полноприводная версия Диабло VT от Viscostraction «Вязкостная тяга». После этого практически все машины Ламборгини стали полноприводными. Однако созданная в 95-м году модель Диабло SV была создана на основе оригинальной Диабло и поэтому имела привод только на задние колеса. Модификация с буквенным обозначением SV от итальянского Sport Veloce, быстрый, спортивный, которая использовалась до этого всего один раз, оснащалась модифицированным двигателем с мощностью 510 лошадиных сил, увеличенными тормозами и новым настраиваемым спойлером из трех элементов. Исходной задачей при создании Диабло была машина, которая сможет разогнаться до 315 км в час. В 91-м году оригинальный Диабло был самым быстрым серийным автомобилем в мире и мог развивать 325 км в час. Модификация SV также оснащалась четырьмя противотуманными фарами вместо двух, имела вентиляционные каналы для тормозов и два массивных воздухозаборника на кожухе двигателя.